здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала сделано в казахстане а к 79 сегодняшний мой видеоролик посвящается одной из самых актуальных тем в казахской истории причинах создания букеевской орды современной исторической науки почему-то принято считать что букеевская орда появилась только благодаря личным амбициям букея который не видя возможности самостоятельно быть избранным на ханский престол якобы решил просто отделиться и образовать собственное ханство на внутренней территории российской империи а царское правительство уступая территорию рассчитывала таким образом раздробить силы младшего жуза превратить часть казахов в подданных российской империи подобно башкира и ослабить сопротивление российской колониальной политики однако по данной точки зрения выходит что букеев был заурядным человеком не пользовался никаким авторитетом среди казахов и поэтому пони понимал что никогда его не изберут хана младшего жуза но в таком случае появляется несколько вопросов во первых почему же букеев своем письме императору павлу первому просит лишь предоставить ему земли для кочевок почему букеев которому дали эти земли в 1801 году лишь в 1812 году то есть через 11 лет был провозглашен ханом внутренней орды и почему предложение избрать букея ханом поступило не от него самого или его соратников от оренбургских властей если букий не имел никакого авторитета среди казахов младшего жуза то почему за ним пошли такие воинственные и боевые казахские рода как бирж а дай шеркеш москар жаппас осы и сентябрь байвахты алаша тана кызлхурт таз тама кирдеры табын а также большая группа туре кожа и тюлингутов если букий не пользовался большим уважением то совершенно непонятно почему в народном фольклоре казахского народа об этом человеке сохранились самые хорошие впечатления об этом можно судить хотя бы по следующим строкам хан бюкей дунгт сунда секер шайна бал штык если букий был заурядным человеком то почему именно ему было доверено на протяжении нескольких десятков лет руководить ханским советом младшего жуза если букий был неуважаемой личностью почему его поддержали и согласились перекочевать вместе с ним такие выдающиеся сыны казахского народа как казахский батар срымдатов уважаемый тайман батар отец и сатая тайманова влиятельный вы темы спатор отец махамбета у темы сова султан шай всю жизнь посвятивший борьбе за сохранение степных традиций на эти вопросы почему-то историки даже не ищут ответа предпочитая все сваливать на личные амбиции букея но как же было на самом деле и почему все-таки букий вместе с рядом влиятельных казахских батыров перекочевал в междуречье волги и урала именно об этом будет мой сегодняшний видеоролик междуречье волги и урала традиционно считалось тюркским владением именно здесь когда-то располагалась ставка правителя западной части тюркского каганата есть тема затем здесь находился центр золотой орды с 16 века этот регион вошел состав ноуайской орды и астраханского ханства однако когда пал астраханское ханство и правители ноуайской орды стали поворачиваться в сторону московского княжества правители нескольких степных родов отделились от нагайцев и провозгласили свою независимую алтыульскую орду вскоре в середине 17 века в междуречье волги и урала и западной монголии переселяются воинственные уйратские племена тургутов и хошутов это объяснялось тем что тургуты и хошуты проиграли борьбу за власть другому уйратскому племени чороса в итоге чоросы основали джунгарское ханство а тургуты и хошуты не желая им подчиняться решили уйти на запад и стали известны под именем халмаков на казахской земле основать свое государство халмаком не дали отважные казахские ханы которые погнали их дальше и вскоре халмаки оказываются на левом берегу урала здесь в это время как раз происходит ожесточенная междоусобная война между большой ногайской ордой и малыми ногаями не сумев объединиться перед лицом внешней угрозы ноуайцы были вынуждены покинуть родные владения и уйти на северный кавказ ноуайские земли попали под власть калмаков после этого начинается война уже между алтыульской ордой и калмаками в этой ситуации на помощь алтыульской орде приходит казахское ханство в итоге большая часть родов и племен алтыульской орды принимает подданство казахских ханов и входит состав младшего жуза сама же территория алтыульской орды включается в состав калмыцкого ханство однако вынуждены уйти с родных мест казахские племена не оставляли надежды вернуть свои традиционные владения и во второй половине 18 века им предоставляется такая возможность в 1771 году большая часть калмыцких улусов не желая становиться российскими подданными решает вернуться в родную джунгарию и постараться восстановить уничтоженное китаем джунгарское государство в результате между речи волги и урала вновь оказывается почти свободным и разворачивается борьба за эти земли между остатками калмыков башкирами и казахами в этой ситуации казахские ханы младшего жуза принимают наиболее верное решение поняв что военными методами вряд ли можно вернуть контроль над этим регионом казахские правители решают применить обман инструментом этого обмана стало письмо султана младшего жуза букея императору павлу первому с просьбой разрешить ему и его сторонникам перекочевать на эти опустевшие земли одним этим письмом казахские ханы убивали сразу несколько зайцев во первых возвращались себе свои традиционные владения без войны во вторых через согласие российского императора добивались прекращения набегов калмыков и башкир в третьих букей возглавляя несколько десятков лет ханский совет младшего жуза имел немало знакомых среди российской администрации и поэтому его письмо имело больше шансов привести к положительному результату и расчеты казахских правителей оправдались в 1801 году букей обращается к главному начальнику грузии и астраханской губернии генерал-лейтенанту кнорингу прося его передать письмо императору павлу первому и кноринг не только передал письмо павлу первому но и постарался добиться согласия императора в итоге в 1801 году именным указом павла первого бюкею и сопровождавшим его казахским родам было разрешено занять между речи урала и волги это стало великой победой казахской дипломатии таким образом даже в условиях усиления колониальной политики российской империи мудрые казахские ханы смогли вернуть исконные территории казахского народа конечно официально включить эти земли состав младшего жуза было невозможно так как этот регион уже стал частью россии но зато казахи смогли поселиться на древних тюркских землях и вернуть контроль над ними вот почему за бюкеем пошли отважные и воинственные роды младшего жуза батыры этих родов прекрасно понимали что именно им предстоит закрепиться на этих землях и стать первой преградой для усиления российского влияния на западных землях казахского государства а теперь расскажу немного о бюкее ведь не случайно руководство этими казахскими родами было поручено именно ему бюкей был чистокровным чингизидом тюре внуком знаменитого булхаира сыном великого хана нуралы при нескольких казахских ханах бюкей возглавлял ханский совет младшего жуза кому как не ему возглавить борьбу за возвращение традиционных казахских земель и встать на защиту казахского государства созданного его предками кроме того бюкей был надежным патриотом с самого начала показывая что он не продастся российской империи и действительно впоследствии так и показалось в 1814 году бюкей самостоятельно отправляет петербург большое посольство во главе со своим братом султаном арт-кали для того чтобы поздравить александра первого с победой над наполеоном при этом бюкей ни у кого не спрашивает разрешение хотя по установленному тогда протоколу букей должен был в начале обратиться в оренбургскую пограничную комиссию за разрешением на данную поездку но букей этого не сделал этим самым открыто продемонстрировал свою самостоятельность и независимость от оренбургской администрации это взбесило местную российскую власть не зря председатель оренбургской пограничной комиссии тарарыкин возмущенный данным фактом написал в азиатский департамент министерства внутренних дел российской империи декабре 1814 года гневное письмо но это письмо так и осталось без ответа вот так образовалась внутренняя орда затем названная букейской ордой по имени ее основателя российская империя осознала свой промах поздно только в конце правления сына букей жангира царское правительство осознает что ее стремление создать здесь полностью зависимое государство благодарных казахов терпит фиаско россии не только не удалось настроить букеевскую орду против остальных казахских жузов но скорее наоборот связи между казахскими родами в букеевской орды и тремя казахскими жузами остались прочными а букеевские казаки продолжили считать себя неотъемлемой частью единого казахского народа и поэтому сразу же после смерти сына и преемника букея жангира в букеевской орде отменяют ханство а сам регион с 1876 года включается в состав астраханской губернии одновременно российским историкам царь дает задание скомпрометировать букея и преподнести историю переселения казахов за урал не как результат грамотной политики казахских правителей а как стремление букея ханскому званию и именно в таком контексте стали писать свои труды такие ученые как ханыков китара евреинов терещенко иванин хорузин советское время такая тенденция изучения истории букеевской орды не только не ослабла а даже усилилась так главный советский исследователь истории букеевской орды рязанов своих трудах приписывает образование букеевской орды доброте царских чиновников сегодня территории бывшие букеевской орды входит состав астраханской области российской федерации объединив в своих пределах всех потомках тех казахов которые в начале 19 века вместе с букеем переселились сюда самое хорошее казахи букеевской орды смогли сохранить свою консолидацию не зря казахская диаспора астраханской области насчитывающие около 200 тысяч казахов сегодня является крупнейшей региональной общиной казахов россии и крупнейшим этническим меньшинством астраханской области составляя более 16 процентов ее населения и астраханские казахи помнят о своих исторических корнях поддерживают тесные связи с казахстаном стараются сохранять свою культурную идентичность одним из свидетельств этого является сооружение или же возведение мавзолея букий хану при этом астраханских казахов можно смело назвать одним из тех мощных мостов которые до сих пор содействует прочным связям российской федерации и республики казахстан помните нашей истории можно и нужно гордиться